Хорошо, когда людям с властью по пути. А что если нет? Улицу Марии Рябининой, ведущую к автохозяйству правительства региона, в числе прочих отремонтировали в этом году по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А вот так выглядит ее пересечение с улицей Третьего Интернационала. Основной поток транспорта сворачивает именно сюда. А здесь, наверное, забыли. У нас, как всегда, зачем? Там сделали, а здесь два метра в сторону. Сейчас буду проезжать, увидите, как у меня все. Видимо, просто не успели сделать. И у нас осень, зима приходит нежданно. Пешеходов только что отремонтированный тротуар тоже не радует. Вроде и тактильная плитка на месте, и знаки по ГОСТу. Но что-то не так. Тянет людей на проезжую часть. Они сделали, а вот здесь не доделали. Там не доделано где-то у нас. Плохо сделают? Плохо, конечно. Ходить невозможно. Считай, тут переход. Ремонт на улице Марии Рябининой начался еще летом. Цена контракта – 10,5 миллионов рублей. Официально работы еще не завершены и, соответственно, не приняты. Но техника и подрядчики не появлялись на объекте уже больше двух недель. Подрядная организация объясняет данную ситуацию тем, что значительный объем работ как по городу, так и по области. На настоящее время там выполнено устройство асфальтно-бетонного покрытия на основном ходе, завершены тротуары. Единственная проблема, которая сейчас остается – это обустройство съездов. На данном участке не обустроено 9 съездов. И поэтому мы ведем с подрядчиком претензионную работу. И по окончанию производства работы будет выставлена неустойка за ту просрочку, которая получилась. Завершить обустройство съездов подрядчик должен до конца октября. Водителям же до этого момента лучше пользоваться объездными путями. Им поломки подвески никто не оплатит. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.